Пассажиры автобусов до Ноглик подняли тему о некачественном обслуживании. В интернете появились фотографии автобуса, который совершает рейсы АХ Ноглике. Там грязный пол, рванные сидения. Со слов некоторых пассажиров, отсутствуют ремни безопасности. Более того, бывает такое, что люди едут стоя. Автобусы ужасно тарахтят, по дороге ломаются. Я в прошлом году, когда возвращалась с Южно-Сахалинска, во-первых, в Южном невозможно взять билеты. Подходишь к кассе, они говорят, нам всего дают 5 талонов. Ладно, садишься в поезд, едешь до Ноглик, подходишь к водителю. Хорошо, хорошие водители. Дай Бог им здоровья. Но билеты они продают. Да, билеты дают тебе этот самый, хотя у меня и бесплатно был талон, но мне пришлось его купить. В этот же период, в этом же автобусе ехали 15 детей-спортсменов. У них и ролики, и сумки, все. Вы знаете, было заложено все двери этими сумками. Дети, естественно, сидели чуть ли не по трое на сиденьях. В этом году тоже, это самое, несколько раз, я видела, что как-то два раза, три раза давали автобус большой. Пассажиров было много, автобус большой и удобно. Это такой темно-бордовый. А в основном вот эти пазики ездят. И очень, вот буквально в пятницу ехал у меня родственник. Я ему звоню в автобус и говорю, ты мне сними, как вы едете. Я говорю, все так же? Он говорит, да, все так же. Мы связались с директором пассажирского автотранспортного предприятия с просьбой рассказать о работе, а также об эксплуатируемых автобусах. Игорь Подуфалов пояснил, что в настоящее время на предприятии есть пять пассажирских автобусов. Два из них действительно уже изношены, их пускают на линию только когда другие в ремонте. Мы являемся официальными перевозчиками по данному маршруту. У нас заключен контракт с Министерством транспорта Сахалинской области. То есть это была объявлена закупка, кроме нас. Ну мы давно уже на этом рынке, на этом маршруте, поэтому кроме нас никто и не заявляется. Поэтому мы являемся официальными единственными перевозчиками. Что касается автобусов. Ну тут конечно сказать, что можно. Что действительно бывают жалобы от пассажиров, что автобусы бывают на линии, что грязные. По выпуску автобусов водители ежедневно после рейса Ноглик, перед рейсом Ноглик автобусы моют. Касаемо ремней, ремнями безопасности оснащены у нас все автобусы. Такого нет автобуса, чтобы у нас не было в нем ремней. Потому что это обязанность, это согласно всем регламентам. Проверки у нас надзорные органы осуществляют. Это осуществляли и конечно будут осуществлять, поэтому по этому поводу никогда замечаний не было. Неделю назад сотрудниками ГИБДД проведен рейд по проверке наличия ремней безопасности в общественном транспорте. Рейд проходил на дорогах города и района. Претензий к Ахинскому ПТП у инспекторов нет. Ремни в наличии. Что касается сидений, которые попали на видео, этот автобус во время наших съемок, а это буквально через день после критических публикаций, ушел в ремонт. Там полностью поменяли старые сидения. Автобусы у нас не новые, естественно. Но пока что они осуществляют, работают на маршруте. В прошлом году нам было, как бы стараемся обновлять парк. В прошлом году у нас был в Лейзингзиад новый автобус, за которым мы сами ездили. Нижний Новгород, заводы убрали. Также он работает на маршруте. Но так, что сказать, стараемся, стараемся, учитывать все мнения наших пассажиров. Но иногда бывает, кто не работает, тот не делает ошибок. За новый автобус еще предстоит расплатиться. Здесь необходимо напомнить, что Ахинское ПТП – предприятие, что называется, частное. Никаких субсидий с бюджета или бесплатной техники оно не получает, живет на то, что удается заработать. А пассажирские перевозки никогда не были прибыльными. Есть автобусы на ремонте, иногда вот этот автобус. Ну, стараемся, конечно, его реже использовать. Но иногда бывают такие ситуации. Сейчас вот буквально сколько недель у нас, пока с этой погоды, дорога просто была ужасная. Автобусы вот ломались, буквально вот в каждый рейс приходит что-то. Вот ребята у меня, водители, прям до ночи стараются отремонтировать, чтобы автобус был в порядке, выпустить его в рабочем состоянии на рейс, чтобы нигде он не встал и не сломался. Потому что, ну, бывали такие случаи. Вот у нас за вот этот год было два случая, что вот автобусы были, ломались, мы быстро исправляли ситуацию, взамен посылали, забирали народ. Ездим мы ежедневно, у нас по контракту мы обязаны это делать, у нас 365 рейсов в году, независимо от погоды, от какой, ну, если только не закрыта дорога, не закрыта дорога, то мы, естественно, обязаны выезжать, везти, хотя бы там бывало такие случаи, даже по одному пассажиру возили в Ноглике. Естественно, можно любому, не надо быть тут экономистом и большим математиком, что и такие бывают риски очень убыточные. Сегодня на предприятии работает 15 человек. Рабочий день начинается в 6.30 с медосмотра водителей и техосмотра транспорта. Затем техника выходит на линию. Есть также и послерейсовый осмотр. АТП возит также бригады различных предприятий к месту работы и обратно. К слову, за все годы пассажирских перевозок Ахинское пассажирское автотранспортное предприятие не допустило ни одной аварии. А несколько человек, постоянных пассажиров, позвонили к нам в студию со словами благодарности в адрес Ахинского пассажирского автотранспортного предприятия.